Беларусь всегда ответственно относилась к выполнению своих обязательств в области ядерного нераспространения, борьбы с нелегальной миграцией, контрабандой, международной организованной преступностью. Мы сегодня этим занимаемся, но ровно столько, насколько это необходимо, выгодно нашей стране, ну и финансово возможно. Ну и потом, вы посмотрите, взвыли наши соседи, ну прежде всего Литва и другие там, ах, чуть ли не Лукашенко на плечах носит мигрантов на территорию Литвы. Но если вы заявляете на весь мир, что вы еще быстрее будете регистрировать тех, кто бежит через Беларусь и из Беларуси, ну так они и будут бежать. Вы еще больше открываете окно для этих мигрантов. Что не так? Но если кто-то думает, что мы сейчас закроем границу с Польшей, Литвой, Латвией и Украиной и превратимся в отстойник беглых с Афганистана, Ирана, Ирака, Ливии, Сирии, Туниса, то он просто заблуждается, как минимум. Мы никогда не будем никого держать. Они же не к нам идут. Они идут в просвещенную, теплую, уютную Европу. Европа, прежде всего Германия, там не хватает рабочих рук. Позвало этих людей, с одной стороны. А во-вторых, они же разрушили эти страны. Они уничтожили фактически Афганистан и вывели оттуда войска, выведет, что там происходит. Сейчас уже центрально-азиатские наши республики, бывшие Советского Союза, республики, еле сдерживают этот поток. То есть появились беженцы или упрекают МИДы, наше правительство, в том, что мы отказываемся выполнять положение нашего договора о реадмиссии. Они хотят превратить, как я уже сказал, Беларусь в отстойник. Туда забежали люди, спасаясь от горя, несчастья и войны. Они хотят, чтобы мы их забирали и здесь размещали в концлагера. Ребята, этого не будет после той политики, которую вы проводите в отношении Беларуси и России. Люди бегут от войны. Мы знаем, что такое горе и что такое война. И бегут туда, куда их пригласили. Европейский Союз уже и льготы ввел, соответствующие для тех, кто туда пребывает.